Дом культуры, образовательный центр, новый завод Михаил Игнатьев проинспектировал инвестиционные объекты республики. Выбор народа. В Чувашии вывели лучшего участкового по итогам онлайн-голосования. С коровами на компьютерном языке. В Чебоксарском районе реализуется крупный инвестпроект по молочному животноводству. В селе Шахазаны возводят Дом культуры. В Канаше образовательный центр Авьянтикова уже открыли новый завод. Как реализуются в муниципалитетах, приоритетные инвестиционные проекты сегодня проинспектировал глава республики. Подробности у Дмитрия Ковалева. Первый камень здесь закладывали полтора года назад. И вот работы выходят на финишную прямую. Открытие районного Дома культуры намечено уже на середину ноября. В Шахазанах появится не просто клуб, а современный досуговый центр, отметил глава региона. Дом культуры возводят в рамках федеральной целевой программы. На его строительство из бюджета было выделено свыше 55 миллионов рублей. Здесь и концертный зал на 300 мест и современная звуковая аппаратура. На благоустройство районного центра тоже направили немалые суммы. До конца года в селе Шахазаны появится мемориальный комплекс солдатам-освободителям. Увековечить память тех, кто защищал мирное небо, крайне важная задача, отметил глава региона. И все больше населенных пунктов республики становятся комфортными для жизни. Масштабные работы в рамках приоритетной программы развернулись в селе Янтиково. Здесь благоустраивают центральный сквер. Сквер на проспекте Ленина в селе Янтиково был заложен в советские годы. Его облик обновится кардинально. Здесь создадут комфортные зоны отдыха и установят фонтан. Пока позволяет погода, подрядчики укладывают брусчатку и асфальтируют тротуары. С архитекторами согласовали. Кое-какие косметические изменения не будут. Будут, конечно, лиховать. И, соответственно, качественно, и все это на благо людей. В Канаше глава республики проинспектировал ход работ по созданию центра цифрового образования молодежи. В уже подготовленных аудиториях начали обучать программистов. Они сдают экзамены, тестирование. Рогарительные? Да, через Москву сдают. В учебной программе центра робототехника создание приложений для мобильных платформ и программа дополненной реальности. Сеть IT-кубов в регионах появится в рамках федерального проекта. На оснащение классов в бюджете заложили сотни миллионов. Наставники проходят подготовку в школе Сколково. Они общаются с детьми на своем языке. И дети, они отмечают вот дружественную, дружелюбную атмосферу. Выпускникам IT-куба и предстоит развивать экономику муниципалитета. Новые рабочие места для горожан создают в индустриальном парке. Сейчас здесь возводят новый завод по выпуску холодильных камер. На очереди и другие проекты. Михаил Игнатьев отметил, что затраты на строительство инженерных сетей оправдают себя в ближайшие годы. 1 миллиард 415 миллионов рублей для развития индустриального парка, для новых резидентов. Для нас появляется налогооблагаемая база. Остается только достроить отчисленные сооружения. Инвестиционные проекты реализуют и в агропромышленном комплексе республики. В селе Янтиково начал работу новый завод по выпуску сливочного масла и розлива молока в полиэтиленовые бутылки. Эта продукция пользуется спросом. Сейчас на заводе перерабатывают порядка 80 тонн молока за сутки. В ближайшие годы объемы выпуска намерены увеличить и нарастить географию продаж. Глава региона ответил и на вопросы работников цеха. Все просьбы и предложения взяли на карандаш. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. И в продолжение инвестиционной темы. Уже в Чебоксарском районе с коровами на языке высоких технологий разговаривают на предприятии Чебомилк. О необычной молочной ферме Рифат Фаткулин. Ферма будущего уже настоящая. Здесь все оборудовано по последнему слову. Под присмотром техники живут и трудится 600 коров. Агроробот Лейли Юна каждый час подает животным корм. Управление роботом происходит посредством Bluetooth с помощью современного телефона. То есть выбираем маршрут. Раз, два, три. И робот едет. Все. Можно управлять. И даже когда некому почесать за ушком, на помощь приходит автоматический робот-чесальщик. А специальный трекер на шее в режиме онлайн показывает, сколько ходит, лежит, как интенсивно жует буренка. Все это помогает оценить здоровье животного. Гордость фермы – умная доильная установка итальянского производства, которая заменяет человеческие руки. Только она обладает на сегодняшнем рынке системой по четвертному контролю доения. Называется она P4C. То есть каждый доильный аппарат у нас имеет датчики электропроводности. Мы в режиме реального времени видим молокодачу от каждой коровы. Прогноз по смене, сколько коровы каждая дает на сегодняшний день. У нас работают три доярки, а каждая доярка, получается, за смену обслуживает 16 доильных мест. Не менее 18 тонн молока такой надой дают коровы за сутки. Эльвира Богданова трудится здесь год с самого открытия. Если раньше компьютеров не было, тяжелее работалось. Больше всего ручного труда, физически устаешь. А сейчас уже все автоматизировано, намного легче работает. Объем вложенных инвестиций на строительство фермы составил 350 миллионов рублей. В Чебоксарском районе у нас из больших инвестпроектов, это еще строительство тепличного комплекса Новочебоксарский, строительство завода по производству гранулированного органического удобрения, это в агрохолдинге Юрма, будет реализовано с 2019 по 2023 год. По завершению проекта, в четырех, у нас в районе будут созданы 540 рабочих мест. А Чебомилк уже готовится к расширению. В следующем году здесь запустят еще один автоматизированный коровник на 1800 голов. Главная цель фермы – обеспечение жителей экологически чистым, полезным продуктом, молоком высшего качества. О женском здоровье говорили сегодня в диагностическом центре. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр здравоохранения региона Владимир Викторов встретились с главными врачами больницы республики. Сейчас в республике 650 тысяч женщин, а около 270 тысяч в репродуктивном возрасте. И с тенденцией тех, кто рожает первого ребенка, ближе к 30 годам стало больше. Главные врачи обсудили поддержание здоровья будущих мам и детей на всех уровнях оказания медпомощи. Еще одна тема – встреча развития в Республике медицинского туризма в рамках национального проекта здравоохранения. Для этого есть все условия. Региональные особенности, на что мы можем ссылаться, как мы можем получить этих иностранных граждан. Прежде всего, это наш санаторный курортный комплекс, это наши сосновые лица. Для медицинского туризма в Чувашии определены приоритетные отрасли – это кардиология, стоматология, эстетическая медицина, реабилитация и другие. Говорили также о развитии информационной системы в здравоохранении. По оценке специалистов, сейчас ее состояние можно сравнивать со старым добротным домом. Жить можно, но особых удобств нет. Предстоит и дорабатывать ряд моментов, чтобы врачам было комфортнее работать, а пациентам записываться на прием к специалистам. Что касается создания комфорта на рабочих местах, Михаил Игнатьев призвал медиков не оставаться в стране и участвовать в качестве экспертов при проектировании новых больниц или ремонте существующих. В течение 5 лет капитально отремонтируем все учреждения, все объекты здравоохранения. Ни у кого никаких сомнений не должно быть. Даже не волнуйтесь, не переживайте. Но самое главное, вы подготовьте специалистов с командой, которые будут разбираться, что это такое проектно-свет документации. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. И в продолжение темы. Психолог городского клинического центра в Чебоксарах Надежда Скворцова стала одним из победителей всероссийского конкурса «Святость материнства». О том, как соревновались конкурсанты и что помогло Надежде обойти более 350 соперников в нашем репортаже. Вот вы идете по лесу и представьте, что к вам навстречу идет какое-то животное. Неважно какое, идем дальше. Где-то в глубине леса, получается, вы видите домик. Это не сказка, а ассоциативная психологическая методика на выявление главных приоритетов и жизненных сложностей. На работе с будущими родителями Надежда Скворцова подходит нестандартно, что помогает установить контакт. В результате за советами к молодой девушке обращаются даже опытные многодетные мамы. У Валентины уже шестеро детей. Когда родила первых, понадобилась помощь психолога. Первая беременность, первая, когда двое детей маленьких, год и три разница, было тяжело, конечно. Я очень сильно тогда похудела, как бы вот хотелось туда и сюда, всем угодить. Один хочет гулять, другой хочет спать. Вот тогда было тяжело. Прям вот все уснули, тишина. Я прямо в тишине сидела на кухне, и мне прям хотелось плакать. Алина Романова, первая ребенка, родила 17 лет назад. Мне 39 лет. Я беременна вторым ребенком. С первым ребенком у меня разница большая. Например, я очень боюсь сейчас родов. Психолог очень хорошо помогает, чтобы роды были легкие, спокойные, чтобы я не переживала. Обратиться за помощью к психологу может любая пациентка женской консультации. Но чаще всего в этом кабинете бывают женщины в положении. В период беременности, несмотря на то, что это физиологическое состояние, меняется очень серьезный гормональный фон, и, естественно, очень часто перепады настроения у женщины встречаются. Начиная там от радости и эйфории, когда женщина узнает о том, что она забеременела, до депрессии и страха перед неизвестным будущим. Помочь преодолеть страх и в случае сомнений склонить чашу весов в сторону сохранения новой жизни. Это основная задача, говорит Надежда. Незапланированная беременность, как и различные потери в нашей жизни. Вот, например, потери работы, смена деятельности – это такой же стресс для человека. И он неизменно сопровождается негативными эмоциями. И как раз-таки первоначально при работе с такими женщинами нам необходимо установить доверительный контакт и снизить градус этих негативных эмоций. А потом уже, когда контакт налажен с женщиной, мы уже можем реально рассмотреть их жизненную ситуацию и в спокойной обстановке рассмотреть все возможности дальнейшей жизни с ребенком и без. Участников всероссийского конкурса «Святость материнства», в котором Надежда Скворцова заняла второе место, оценивали по многим показателям. Но вот, пожалуй, главный из них. Психологическая служба республики показала достаточно высокий уровень. По прошлому году, 2018 году, в результате вот этой командной работы у нас сохранено 450 беременностей, то есть 450 жителей у нас появилось в республике новых. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика. Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего чебоксарца, который подозревается в избиении своей шестилетней дочери. Факты насилия были зафиксированы в феврале и октябре этого года. После последнего случая девочку госпитализировали. В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал свою вину. Суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении него мер пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями перед компетентными органами будет инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав в отношении потерпевшей. В регионах Приволжского федерального округа в этом году решены жилищные проблемы около 2000 обманутых дольщиков. Чувашия наравне с Татарстаном, Оренбургской и Ульяновской областями отметили в числе регионов с наиболее позитивной динамикой. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмитский во время визита в Нижегородскую область зампреда правительства России Виталия Мутко. Чувашия в числе восьми регионов создала специальный региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков для привлечения и арендного использования федеральных средств на завершение проблемных объектов. Таких в республике всего три. Чтобы их не стало больше, Минстрой контролирует переход застройщиков на искроу счета. Что касается в целом ситуации в сфере долевого строительства, необходимо отметить, что на начало года Министру им было зафиксировано отставание по срокам завершения строительства по 20 объектам, которым было заключено около 3000 договоров долевого участия. С совместными усилиями правоохранительных органов прокуратуры Чувашской республики нам удалось ввести в эксплуатацию 11 объектов из 20. Это 2000 участников долевого строительства в этих позициях были задействованы. На сегодняшний день у нас на контроле остается еще 9 объектов, в которых 868 участников долевого строительства. По ним мы практически еженедельно встречаемся с заинтересованными ведомствами с целью ускорения сроков ввода объектов в эксплуатацию. В поселке Вурнары после капитального ремонта открыли Дом культуры. Новый кинозал «Звездный» принял эстафету 5-го республиканского сельского кинофестиваля. Творческая жизнь «Звездным» бьет ключом. Посмотреть, как изменился интерьер клуба, пришли и взрослые, и дети. Ремонт здания начался год назад. Строители заменили все, начиная от потолков, окон, дверей и заканчивая мебелью. Учреждения обновили по партийному проекту местный Дом культуры. На эти цели было направлено почти 8 миллионов рублей из разных источников. Второй день рождения прошел весело. Впереди у сельского очага культуры новая жизнь. Рифат Фадкулин, Республика. Завершается голосование за территории, которые благоустроят в Чебоксаре в 2020 году. Путем отбора и с учетом мнений жителей районов появилось 13 объектов, которые можно рассматривать для включения в национальный проект формирования комфортной городской среды. По выделяемым средствам войти в программу в 2020 году могут только три. Какие именно, выбирают горожане. Голосование идет на портале «Открытый город». Войти в него можно как с компьютера, так и с телефона, скачав одноименное приложение. И еще о выборе жителей подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». Николай Шамбуллин из Янтиковского района победил в результате онлайн-голосования. Скромный, вежливый, ответственный. Именно так отзываются жители Янтиковского района о Николае Шамбулине. Он один участковый на шесть деревень. И в каждом его знают лично. Все время работает. Много деревень у него. Вряд держит. Все время вот вижу, что я сейчас. Участковый тут, участковый. Но я все время, вот, я и Богу говорю, хорошо работает. Любовь к профессии и желание помочь людям сделали Николая народным участковым. В результате онлайн-голосования он обошел 20 своих коллег. Авторитетный, пользуется уважением. К нему обращается млад и стар. Всегда тем обращением он выполняет срок. Помогает, можно сказать, понимает. И те поставленные задачи руководством тоже выполняет. Не зря он стал и победителем. Николай Шамбуллин служит в органах внутренних дел 14 лет. 10 из которых в должности участкового. Вместе с супругой воспитывают трехлетнего сына. О своих достижениях рассказывать не любит. Но победа в конкурсе его приятно удивила. Свою работу я выполняю всегда качественно, своевременно. Наверное, поэтому меня народ уважает. Поэтому стал лучшим среди участковых. За статус лучшего в стране народному участковому Чувашии еще предстоит побороться. Финальное голосование пройдет в начале ноября, накануне профессионального праздника. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. В Чувашии покажут прямые трансляции из Государственного академического Большого театра России. Новый сезон проекта «Большой балет в кино» 27 октября откроют показом Раймонды. В главных партиях трехтактного имперского спектакля «Звезды Большого». Трансляции пройдут в этом году в 48 городах России. В Чебоксарах показ организуют в кинотеатре «Синема-5». В сезоне 2019-2020 зрители проекта увидят еще три спектакля в прямой трансляции. «Жизель», «Лебединое озеро» и «Драгоценности». Таким стал этот четверг, 24 октября. Я с вами прощаюсь. До завтра.